Здравствуйте! Я Дмитрий Лысков и это программа «Правда». Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Осмолов. Константин Валерьянович, здравствуйте! Добрый вечер! Я давно хотел поговорить о Корее, так как в наших программах в любом случае постоянно всплывает Северная Корея в качестве примера тоталитаризма, закрытости, в общем всего, до чего страну могли довести коммунисты. Ну а идеи чучхе сейчас в последнее время шутят, что в связи с внешнеполитической конъюнктурой они скоро пригодятся и нам самим. У нас в стране будет сплошное чучхе. С другой стороны, Южная Корея, пример демократии, торжества западных ценностей, экономического рывка. Южно-корейское экономическое чудо, вот что постоянно ставят нам в пример. И обо всем этом мы сегодня поговорим. Но прежде чем мы начнем наш диалог, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги, биографическую справку. Давайте посмотрим. Константин Валерьянович Осмолов. Область научных интересов Корееведенье. Родился 1 ноября 1968 года в Москве. В 92-м окончил Историко-филологический институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности историк-востоковед. Референт-переводчик корейского языка. Прошел годичный курс обучения на Международном факультете университета Йонце в Сеуле. В 95-м окончил аспирантуру. Тема диссертации – эволюция корейских воинских традиций. В 2003-м прошел курс обучения в Центре исследований проблем безопасности в США. Сейчас работает в Институте Дальнего Востока РАН. Старший научный сотрудник Центра корейских исследований. Автор многочисленных монографий и публикаций. Участник международных конференций. Основатель неформального клуба любителей истории и культуры Востока. Константин Осмолов также известен как мастер боевых искусств с оружием. Его перу принадлежит несколько книг и десятки статей по холодному оружию и боевым искусствам Востока. Увлекается ролевыми играми. Пишет сценарии и эссе. В сети широко известен под ником Маккавики. Константин Валерьянович, мы нигде не ошиблись, все верно изложили? Да, только ним можно было чуть-чуть подкрасить. Ладно, где он? Ну, хорошо. Что ж, к идеям Чучхе. Пригодятся ли они России в ближайшей перспективе? Можно ли их применить на нашей земле? Я знаю, что в Москве даже есть центр по извлечению идеи Чучхе. Да, и группы солидарности с КНДР я даже привел с собой одного из их представителей. Возможно, даже мы дадим ему слово. Замечательно, конечно, дадим. Просто дело здесь в следующем. Вот закрытость Северной Кореи, малое количество знаний о ней, и определенная пропаганда, которая ведется против Севера, привела к тому, что у Северной Кореи есть не только другой глобус, но и третий глобус. Пояснить, не совсем понял. Соответственно, на другом глобусе Северная Корея у нас рисуется исключительно черным цветом. Это филиал Мордора. Она уже выиграла выборы Саурона и является, ну, не империей, но, по крайней мере, точно государством зла. А на другом, на красном глобусе, это Спарта. Это последний островок коммунистической духовности. И вообще, вот такое вот место для желающих ностальгировать по Советскому Союзу, так, каким его себе представляют желающие. Но это же постоянно говорят, ах ты за коммунистов, езжай ты в свою Северную Корею. Да, да, да. Так вот, в целом, конечно, и черный глобус, и красный глобус, они примерно равны, удалены от северокорейской реальности. Но сторонников черного глобуса просто в целом несколько больше. Связано это, естественно, с тем, что закрытость страны накладывается на жажду горячих новостей. Из-за этого... Ну, подождите, горячим новостям мы перейдем чуть-чуть попозже. Давайте пока все-таки разберемся, что же представляет собой Северная Корея. К примеру, идеи чуть-чхе, на которых, ну, по крайней мере, насколько нам известно, базируется вся корейская, северокорейская идеология. Что это? Значит, проблема здесь в том, что, с одной стороны, термин чуть-чхе, он известен примерно с конца 18 века. И означает... Даша, я был уверен, что это марксистская ленинская идеология. Вот, это не марксизм-ленинизм, но, вернее, о связи чуть-чхе с марксизмом-ленинизмом мы поговорим отдельно. Просто указанный термин известен именно с этого времени. Им пользовались разные группы корейских националистов, вкладывая в это разные. Например, как раз левые нелюбители Северной Кореи обращают внимание на то, что в 30-е годы термин чуть-чхе использовали люди, которые там скорее ориентировались на немецкий, чем на советский опыт. Но затем... На немецкий опыт 30-х годов. Да. Это люди типа Либомсока и вот молодежные корпуса в Южной Корее. Вообще надо обратить внимание, что параллельность чучхе на севере был так называемый чучхесон или национальный субъективизм на юге. Но я, если говорить о чучхе, всегда обращал внимание вот на что. Когда в 55-м году, это каноничная дата, Ким Ир Сын впервые сказал, давайте устанавливать чучхе, он, по сути, не стал дальше разъяснять, что это такое. Он употребил термин, у которого уже было устоявшееся значение. Чучхе можно перевести буквально как свое тело, как субъективизм, как сам себе хозяин, как принцип опоры на собственные силы, и это будет некое облако смыслов, которое покрывает данную идеологию. Спасибо, Валерий Иванович, можно я просто уточню. Вы меня прямо немножко сбили с панталуика, что называется. Чучхе – это, собственно, термин, который использовали националисты. В 30-е годы использовали вообще опыт Германии, собственно говоря. Я боюсь спросить, может быть, мы ошибаемся, может, Северная Корея – никакое не коммунистическое государство? Вопрос о том, насколько Северная Корея является именно коммунистическим государством, весьма дискуссионен, и в среде левых по этому поводу идут очень жесткие дискуссии. С моей точки зрения, Северная Корея классическим социалистическим или коммунистическим государством не была никогда. И здесь надо обратить внимание на довольно давнюю историю того, что у нас принято называть северокорейским коммунизмом. Предупреждаю сразу, экскурс будет довольно долгим. Дело в том, что, с одной стороны, японцы, которые управляли Кореей с 2010 по 1945 год, и которые очень жестко давили любую левую активность, называли коммунистом любого левого, который проявлял активную позицию и сражался с ними с оружием в руках. Соответственно, изрядное количество тех левых, которые сражались против японцев, вполне соглашались с этой точкой зрения и считали себя коммунистами. То есть, все антияпонское сопротивление было объявлено коммунистами? Условно говоря, да. Ну, кроме тех, кто был ярким националистом. Затем, на это накладывается то, что корейская компартия на том этапе представляла собой малую группу людей, зараженных фракционной борьбой настолько, что в 1928 году корейскую компартию погнали из Коминтерна. Точнее, было объявлено, что ни одна из тех фракций, которые называют себя единственной настоящей компартией, не является таковой, потому что не имеет ни устава, ни программы, ни нормальной стратегии, и занимаются они в основном фракционной борьбой путем сдачи фракционеров японцам. Оригинальный подход, да. В связи с этим, изрядное количество людей, которые считали себя коммунистами, называли себя коммунистами, на самом деле, естественно, имели довольно сумбурную общую идеологическую подготовку. Ким Ир Сен в этом смысле во многом относится к ним. Он из семьи левых националистов начал увлекаться коммунистической идеологией, как раз когда был учрежденный националистами в военной школе. Ну, когда ушел в левое, его оттуда благополучно отпустили. И дальше он включается в антияпонскую деятельность. То есть, подождите, вот я правильно понял, по сути он национал-социалист? Нет. А Ким Ир Сена можно назвать левым националистом или радикальным националистом, хотя он сам, безусловно, считал себя коммунистом. Ну, левый националист, это разве не национал-социалист? Нет. На мой взгляд, это не совсем корректно. Просто, естественно, термин национал-социализм, он очень сильно стигматизирован. Потому что, естественно, как только у нас говорят национал-социалисты, у людей обычно четко возникает ассоциация с гитлеровской Германией, а она в данном случае не катит совсем. Хотя, опять-таки, нет ругиха НДР, естественно, эту ассоциацию очень любят, холят и лелеют. Так вот. Значит, какое-то время Ким Ир Сен занимается партизанской деятельностью, занимается ей весьма активно. У японцев он был, ну, почти аналогом Че Гевара и Шамиля Басаева. После того, как он единственный сумел осуществить партизанский рейд на территорию Кореи, а не находился в Китае, где обычно были антияпонские партизаны, для уничтожения его сформировали специальную оперативную группу воголовяжно с целым полковником. Ким Ир Сена, естественно, несколько раз объявляли погибшим. И он был, по сути, последним активно действующим партизанским командиром, который не был убит, не был предан, не был перекуплен и благополучно перешел с остатками своего отряда на советскую территорию. Так вот, это я к тому, что, естественно, изучать полностью марксистско-ленинское учение у него на том этапе банально не было времени. Когда он был на советской территории, то в основном он общался даже по этому поводу с нашими военными замполитами невеликого ранга и невеликих знаний. Ну, понятно. После 1945 года, когда к нему прикрепили профессионального политтехнолога в лице Георгия Меклера, поскольку Ким Ир Сен, по сути дела, поначалу-то власти не хотел и довольно активно от необходимости заниматься политикой пытался отвязаться, но, как бы ему сказали, надо, то, естественно, серьезных разговоров по идеологии ему было вести несколькими. Если мы посмотрим на собрание сочинения Ким Ир Сена, то в основном это речи, статьи, реплики по поводу. Кодифицированием Чучхе, писанием труда об идеях Чучхе занимался уже Ким Чен Ир в более позднее время. Константин Валерьянович, ну вот то, что мы сейчас услышали, так какое же все-таки государство было построено в Северной Корее, если не вполне коммунистическое, или даже не коммунистическое, то какое? Его можно назвать условно-националистическим, но на самом деле речь идет именно о традиции, о том, что традиционная основа, которая там сохранялась в конфуцианских времен, которая в целом отчасти сохранялась во время японского правления, она никуда не делась. И заметим, что этот процесс, он затронул не только Север, но и Юг. Подождите, до Юга мы тоже дойдем. Вот я хочу сейчас понять до конца для себя. То есть Северная Корея это традиционалистское корейское государство? Северная Корея это государство, которое напоминало Советский Союз наполовину в лучшие времена. А большую часть своей истории сравнивать Северную Корею с Советским Союзом, а значит совершать ошибку, либо помнить, что это сравнение очень и очень условное. И это, естественно, прекрасно понимало большинство и советских политиков, и советских востоковедов. Можно обратить внимание, что Северная Корея всегда была более или менее особняком, что она грамотно лавировала между Советским Союзом и Китаем, что она, в частности, невзирая на довольно жесткие предостережения Москвы, пыталась войти в движение и присоединение, которое формально не включало в себя представителей, что западного, что восточного блока, что оно, естественно, там не входило ни в Варшавский договор, ни в ЕС. То есть Север всегда был в определенной мере на особом положении, а российские интеллигенты где-то с 70-х, 80-х годов выписывали Северно-корейскую прессу, типа выходящего на русском языке журнала Корея, в качестве заменителя журнала Крокодил. Я боюсь, что до сих пор информационный фон вокруг Кореи используется в качестве своеобразного журнала Крокодил. Но не могу не спросить, а вот эта вот северокорейская закрытость, о которой мы, в принципе, уже упоминали, это что, традиционалистская черта, свойственная корейскому народу? Не только. Это в определенной мере, естественно, о следствии объективных обстоятельств, поскольку Северная Корея, в общем-то, действительно, до сих пор находится в кольце врагов. Север по-прежнему в списке целей американского ядерного оружия, о чем у нас не любят упоминать. Север находится под довольно жестким набором санкций, которые не уступают антикубинским санкциям в лучшие годы. Настолько, например, что ввозить в Северную Корею пианино запрещено. Пианино? Ну, либо, видимо, они пытаются таким образом ограничить ввоз в Северную Корею роялей в кустах. Эти ограничения, во-первых, кем введены? И, во-вторых, кто обеспечивает этот режим на данный момент? Условно говоря, международные сообщества, фактически говоря, Соединенные Штаты и их сателлиты. То есть, Соединенные Штаты, ну, я вот пытаюсь понять, да, флот Соединенных Штатов стоит, допустим, в море и не пропускает кораблисты и аниме. Нет. Во-первых, существует жесткая эмбарго и меры досмотра. То есть, теоретически, формально, любое судно, которое идет в Северную Корею или вышло из Северной Кореи, может быть досмотрено на предмет чего-нибудь. Вот была такая забавная история с судном Чон-Чонган, которое заловили в Панамском канале. Судно формально шло с грузом сахара. Поступил, как выяснилось, в позднее ложный донос, что там наркотики. А судно обшмонали. И нашли там, значит, некоторое количество старого вооружения, которое в свое время Северная Корея продала Кубе, и которое кубинцы, как бы, отдали Северной Корее на ремонт. Слухов по этому поводу было много. Тайные поставки оружия, контрабанда. Потом выяснилось, что это, в общем, истребители 60-70-х годов, что это не контрабанда. И дело как-то вот так вот стухло и рассосалось. Потому что сенсации в целом не случилось. Но ведь Северная Корея граничит по сухопутной границе с Китаем, а это вроде бы социалистическое государство. Ну вот именно поэтому некоторые моменты, связанные с проницаемостью, естественно, упираются в китайскую позицию. Но речь идет о, допустим, попытках поставлять что-то по морю, минуя китайскую границу. Понятно, что проницаемость границы – это определенный рычаг воздействия на пьяньян со стороны Пекина. Но, возможно, теме китайско-северокорейских отношений мы уделим чуть больше внимания потом. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вот эти постоянные страшные новости, которые идут из Северной Кореи. Ким Чен Ын расстрелял из миномета своего дядя. Ким Чен Ын сжег из огнемета своего чиновника. Скормил собакам. Там певицу прямо с концерта, которая неудачно пошутила про трудовую партию, прямо с концерта, прямо в этом платье отправили… Это, кстати, уже новый вариант. …рубить уголь кайлом. Вот эти вот постоянные новости, они откуда берутся? Местами из пальца. А местами именно потому, что против Северной Кореи ведется вполне конкретная пропаганда. Этим занимаются, естественно, и южнокорейские разведслужбы, и охочие до жареных новостей СМИ. Плюс к тому, поскольку информацию перепроверить сложно, а люди очень любят горячие новости категории «В Северной Корее кого-то расстреляли из миномета собакой». Это же хорошо смотрится. Люди любят новости категории «Кров, кишки и мясо». Особенно, когда это происходит где-то там. И один из западных журналистов, дай бог памяти, Айзек Стоун Фиш, сформулировал даже закон имени себя, который сводится к следующему. Любая фигня, которую вы напишете про Северную Корею в западных СМИ, разойдется немедленно и будет некритически воспринята. А доклад ООН о соблюдении прав человека в Северной Корее, чудовищный совершенно доклад. Здесь есть такая забавная проблема, которая связана с известной английской поговоркой «Grabbage in, garbage out». Если ты имеешь дурную входящую информацию, ты не сможешь по ней сделать нормальный доклад. Я, к сожалению, вынужден рассказать об этом немножко подробнее. Значит, как работала комиссия? Начнем с того, что из трех членов комиссии, двое, люди более чем ангажированные. Один – это сирбская правозащитница Соня Бихерко, примерным аналогом которой будет Валерия Новодворская. Другой – бывший генерал-прокурор Индонезии Марзукида Русман, который до того был основным докладчиком по вопросам прав человека в Северной Корее и который, естественно, не мог не сказать, что в Северной Корее все хорошо. На север их, естественно, не пустили, после чего они поехали на юг опрашивать свидетелей. Но вместо того, чтобы опросить большое количество людей и задавать им нелицеприятные вопросы, были устроены публичные слушания, на которых, помимо перебежчиков, которые давали интересную информацию, звездами были люди типа Син Дон Хеока, о котором, конечно, надо сказать отдельно, потому что его книга «Бег в мешках из лагеря 14», извините, «Побег из лагеря 14» произвела очень забавный эффект. Дело в том, что поначалу эту книгу рекламировали как искреннее признание человека, который родился в Северокорейском ГУЛАГе, до 23 лет там прожил, потом оттуда сбежал. Через некоторое время... Северокорейский ГУЛАГ, это имелось в виду Северная Корея в целом? Нет, конкретный лагерь, в котором он родился и жил. До 23 лет? Да. Это реальность? Так вот, через какое-то время реклама изменилась, и начали писать, что это роман, основанный на реальных событиях, и что западный журналист, который, кстати, до того занимался демонизацией Сербии, просто, так сказать, творчески обработал интервью с ним. Товарищ при этом рассказывал много веселого. Теоретически, по этим рассказам можно было понять, что он Дункан Маклауд, потому что, если пытаться представить себе, значит, все пытки, которым он подвергался, он должен был превратиться в инвалида или умереть раза четыре. А самое смешное даже не это. Значит, в его истории есть очень жалостливый рассказ о том, как, будучи ребенком, он, ради того, чтобы ему давали более легкие домашние задания, заложил собственную мать и собственного брата, и их публично казнили. А теперь внимание. Подождите, это в северокорейском ГУЛАГе ему давали домашние задания? Да. То есть там, наверное, существовала еще страшная тоталитарная школа? Да, 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 да. Где учили под дулом автомата? А ты не поверишь, оно описано почти так. У учителя был пистолет. А, ну, нормально. Так вот, а вот не кажется ли вам, что когда человек сам признается, что он в свое время за улучшенный паёк заложил собственную мать, это, мягко говоря, не самый валидный свидетель? Ну, а потом, собственно говоря, северяне, наконец, сделали пропагандистское видео, когда выяснилось, что, естественно, в ГУЛАГе он не родился, и отец его жив, и вообще товарищ, как бы сказать, сбежал в Китай после того, как в отношении его началось расследование по делу об изнасиловании малолетней. Ну, да. В общем, качество свидетелей в целом оказалось примерно таким. И вот эти свидетели легли как раз в основу доклада ООН о правах человека в Северной Корее. Константин Валерьянович, тогда у меня вопрос к вам такой. Вот всё, что вы рассказываете, свидетельствует о том, что в Корее всё не совсем так, как мы себе представляем. Да, и это не совсем так. Но в реальности тогда там как? То есть я уже понял, что не так страшно. Из миномётов собаками не расстреливают. Да. Я уже понял, что ужасы доклада ООН... Ну, перефразируя известный, правда, пошлый анекдот, это, конечно, местами ужас, но не ужас, ужас, ужас. Да, это, безусловно, довольно жёсткий авторитарный режим. Но ведь там голод, там нищета. Да, у этого режима хватает проблем, но вот голода, например, там уже нет. В этом году, если урожай будет нормальный, они, наконец, выходят на продовольственную самодостаточность. Проблема в том, что, естественно, все всё равно прекрасно знают или слышали, что в Северной Корее голод. И, заметим, слухи про голод, они исходили из двух источников. С одной стороны, естественно, антисеверокорейские силы заявили, что в Северной Корее от голода умерло 4 миллиона человек. Хотя, естественно, от такой демографической ямы страна бы не оправилась. А между тем, если смотреть общие данные даже по книге «Факт в ЦРУ», вот как держат они соотношение один к двум. По отношению к населению Юга, так оно в целом не меняется. И в целом, от голода и его последствий, болезни, ослабления, вызванные недоеданием и так далее, умерло примерно 600 тысяч человек. Это тоже много, но это не 2 и не 3 миллиона. Так вот, а сейчас, соответственно, голода как такового уже нет. Иное дело, что северяне, зная отношение к ним, тоже иногда довольно сильно завышают подобные данные, пользуясь стандартной бюрократической мудростью. Хотите получить 2 мешка картошки, объясняйте, что нужно делать. Можно сказать, что гуманитарная помощь непрерывно направляется, и Россия не так давно направила гуманитарную помощь. Да, и гумпомощь США, тут, правда, надо помнить еще один важную деталь. Значительная часть денег, которые идут на гумпомощь, уходит в том числе на оплату и размещение тех, кто эту гумпомощь распределяет. Понятно. Ну что ж, я думаю, у нашей аудитории уже накопилось какое-то определенное количество вопросов. Кто хотел бы, пожалуйста, не забудьте представиться. Китаев Александр. Ну, я тоже политактивист, но движение такое малоизвестное, антиглобалистское движение России. Константин Валерьевич, у меня вопрос такой. Значит, судя по описанию, по истории, по биографии Ким Ирсена, я сделал вывод, что это был какой-то самобытный деятель типа Тита. Это первый вопрос. Так, второе, возможно предсказать, когда прекратится информационная война такая яростная против КНДР? И третье, чем проект Демократическая конфедеративная республика Карё отличается от китайской одной страны две системы и советского мирного сосуществования? Спасибо. Значит, так, по поводу Тита. Да, пожалуй, на Тита Ким похож больше, чем на откровенных просоветских лидеров. Хотя, естественно, южнокорейская и западная историография периодически выставляют его таковым. На самом деле, если смотреть на сторонников просоветской линии, то они в Северной Корее были иные. Что касается прекращения информационной войны. Для этого, конечно, требуется сильное изменение международной обстановки. Потому что слишком многим выгодно, чтобы Северная Корея сидела в этой нише. Например, существование именно подобной Северной Кореи прекрасно оправдывает американское военное присутствие в регионе, которое, естественно, не против Северной Кореи направлено. Но зато всегда можно сказать, ну вот, Северная Корея угрожает миру. Хотя, видимо, о том, насколько она угрожает и насколько реальна эта угроза, мы поговорим во второй части. Что касается демократической конфедеративной республики Корео. Это достаточно интересный проект, но в основном это попытка скрестить, вернее, запрячь в одну упряжку коня, трепетную лань, лебедя, рака и щуку. Дело в том, что появился этот проект в 80-м году, когда серьезный разрыв между Севером и Югом еще не был так велик. И можно было вести хотя бы какие-то разговоры по принципу «одна страна, две системы». Сегодня же идея конфедерации с Кореей является альтернативой тому, что южнокорейцы предлагают в целом, потому что и их вариант мягкой посадки, и их вариант солнечной политики. На самом деле это все те или иные более жесткие, более мягкие варианты поглощения Северной Кореи и Южной, чего, естественно, северяне не хотят. — Константин Валерьянович, Вы упомянули очень интересную вещь, что слишком многим выгодно, чтобы Северная Корея находилась в этой нише. Во-первых, кто эти слишком многие, а во-вторых, а почему, собственно говоря? — Это очень хороший повод держать Японию под американским зонтиком, держать в Южной Корее американский контингент, причем в определенной ситуации, а сами северокорейцы не очень хотят, вернее, южнокорейцы не хотят, чтобы американцы уходили. Это хороший способ готовиться к противостоянию с Россией и Китаем, но при этом объяснять свое военное присутствие ужасной северокорейской угрозой. — Понятно. Насколько я понимаю, Северная Корея не шибко богат природными ресурсами. — А как сказать, в принципе, с природными ресурсами там довольно много интересного и неразведанного. Утверждается, что там редкоземельных элементов на 6 триллионов, но это совсем недавние данные, и это приблизительные данные разведки, потому что никто их всерьез не смотрел. — То есть просто не добывают. — Проблема в другом. У Северной Кореи есть свой уголь, но этот уголь больше годится для металлургии, чем для отопления. И у Северной Кореи в целом большие проблемы с энергоресурсами, потому что именно нехватка энергоресурсов повлекла за собой и продовольственный кризис, и в целом ту катастрофу, в которой Север пребывает с середины 90-х годов. — Как раз хотел спросить, нет ли у США там экономических интересов? — Экономических особенных нет. — А у России? — А у России здесь довольно важно. С моей точки зрения политические интересы преобладают, но Россия сейчас довольно активно пытается вкладываться в двухстороннее и трехстороннее сотрудничество. — Хочу отметить, что в той или иной мере реализовывается железнодорожный проект, и ветку Раджин-Хасан уже пустили. В принципе, планируется более серьезная реконструкция северокорейских железных дорог. Проект этот довольно сложный, поэтому о его перспективах я говорить не буду пока. Также можно обратить внимание про идею совместного трубопровода, который пройдет через территорию севера на юг, а также о идее линии электропередачи, которая точно будет питать не только юг, но и север. — И все это из-за политической выгоды, не из-за экономической? — А здесь, на мой взгляд, экономическая и политическая выгоды смешиваются. Просто, естественно, надо помнить, что инвестиции в Северную Корею, они долговременные и дадут выгоду и прибыль далеко не сразу. — Но учитывая то давление, которое оказывает, ну, обобщенно западный мир, о котором мы говорили, там, США, та же самая блокада, имеют ли смысл такие инвестиции? — И к тому же, кстати говоря, вот секундочку, еще один момент, который мне только что пришел в голову. Ведь сейчас в Северной Корее происходят определенные изменения, да? Элементы рынка появляются, западная мода там приходит, мобильную связь разрешили. Ну, то есть идет реформирование определенное. Не развалится ли в итоге Северная Корея, как в свое время Советский Союз? — Не уверен, потому что вот этот синдром Огненного Кольца, он, как ни странно, благополучно консолидирует элиту вокруг молодого генерала. Я в свое время, простите за сленг, троллил южнокорейских политологов, заявляя, что если вы действительно хотите, чтобы в Северной Корее появилась оппозиция, вы должны сделать две вещи. Во-первых, вы должны расформировать так называемое управление пяти провинций, которые являются частью южнокорейской государственной структуры, и в которой сидят люди, которые формально управляют Севером. — Константин Ильянович, мы продолжим обсуждение того, что нужно сделать, чтобы в Корее появились диссиденты. К сожалению, время первой части истекло, но мы вернемся очень быстро, буквально через пару минут. Никуда не уходите. Мы вернулись в студию программы «Правда». У нас в гостях известный российский кореевед Константин Осмолов. Константин Валерьянович, я вынужден был вас прервать. Вы начали рассказывать, как вы, простите за сленг, троллили южнокорейских политологов, объясняя им, что же нужно сделать, чтобы в Северной Корее появились диссиденты. — Так вот, первое — это отменить означенное учреждение, где уже сидят все необходимые кадры, которые теоретически в случае, если режим падет, просто собирают чемоданы и переселяются из здания в центре Сеула в свои рабочие кабинеты на севере. Потому что, естественно, на самом деле никакой Северной Кореи нет, а есть антигосударственная организация, которая захватила наши пять северных провинций. Но поскольку мы это не признаем, у нас все равно сидят губернаторы и чиновники. Второе — это закон о национальной безопасности, в рамках которой любое восхваление Северной Кореи — это деятельность, приносящая пользу врагу. По этому закону, если вы, например, скачали северокорейскую песню «Без слов», вы можете получить два года условно. — В Южной Корее? — Да. — В царстве демократии? — Да, 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 да. — Южнокорейский закон о национальной безопасности — это отдельная песня полной печали и трагизма. Потому что, когда я иногда показывал людям текст этого закона, все думали, что он северокорейский. Именно с точки зрения того, насколько там жестко караются любые потенциально про-северокорейские вещи, и насколько там замечательные формулировки типа «деятельность, приносящая пользу врагу». Вот профсоюзные активисты выступают за лучшее обращение с рабочими, значит, они таким образом подрывают южнокорейскую экономику, таким образом приносят потенциальную пользу северу и могут быть репрессированы по этому закону. — Но мы уже переходим к южнокорейской тематике. — Я к чему, честно, я как раз хотел бы говорить, что, естественно, при наличии таких законов и такого правительства, вся потенциальная позиция прекрасно понимает, что если они вдруг даже составят заговор против Ким Чен Ына, то все мгновенно превращается не в самостоятельное существование нового севера, а в поглощение северо-югом, после чего все они, вне зависимости от того, были ли они за Ким Чен Ына, против, организованы под дистанцией. — Все их просто стреляют. — Да, и места их, соответственно, занимают специально подготовленные чиновники. Поэтому нет особенного смысла. — И сейчас я хотел бы все-таки вернуться к российско-северокорейскому сотрудничеству. Ну, во-первых, наши корреспонденты побывали в Северной Корее и своими глазами увидели, как это сотрудничество идет. Давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет. Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. И, конечно, те, кому удается попасть сюда на несколько дней, могут составить о стране самое поверхностное представление. И тем не менее, наш путь до Северной Кореи пролегал по железнодорожной линии Хасан Раджин. Мимо нашего поезда проплывают ухоженные засеянные поля. На каждой станции портреты и статуи вождей. Значки с изображением любимых руководителей партии и правительства у каждого здешнего корейца на груди. Как проявление горячей любви народа к правителю. С бензином в стране определенно туго. Поэтому практически весь труд ручной. Тракторов мы так и не увидели. Землю пашут с помощью тягловых животных. Автомобили кот наплакал. В глаза бросается огромное количество велосипедов. Каждый имеет свой номер. Точка прибытия — порт Раджин. Повод открытия российско-корейского терминала для перегрузки. Изнуряющая жара — духота. Несмотря на это, местные жители в национальных костюмах надо думать добровольно. Спешат на торжественный митинг. Музыка — торжественные речи. Благодаря открытию дальневосточного незамерзающего порта в первую очередь выигрывает Россия. За год в Раджине будут переваливать до 5 миллионов тонн российского угля. А время доставки грузов из Европы в Азию сократится почти в 4 раза по сравнению с морским путем через Суэцкий канал. В строительство этого угольного терминала наша страна вложила около 9,5 миллиардов рублей. Ожидается, что затрата оправдает себя уже в ближайшее время. Кроме того, мы получим возможность реализовать проект соединения Транссибирской и Транскорейской магистралей. Дело к полудню. Нестерпимо жарко. Местные жители пытаются как-то укрыться. На ногах, судя по корейцам, стоять тоже уже нет сил. Очередной оратор на трибуне. И все занимают свои места. После торжественного открытия выступления корейского оркестра. Официоз подошел к концу. Толпа народа добирается до дома пешком. С общественным транспортом в Северной Корее тоже проблемы. Съемка на территории порта разрешена. Но за съемочной группой пристально наблюдает группа военных. Контролирует. О том, чтобы погулять по городу, не может быть и речи. Маршрут составлен заранее. Все, что может увидеть иностранец и тем более журналист, тщательно продумано и регламентировано. Шаг в сторону и жди неприятностей. Для съемок, так сказать, обыкновенной жизни горожан нас привезли в определенный район. И дали на все про все минут 10. Наш оператор немного отклонился от указанного маршрута и перешел на противоположную сторону улицы. Кара настигла его при возвращении домой, на границе. Нарушитель правил был высажен с поезда. Корейские военные просмотрели все отснятые видеофайлы. Удалили кадры, которые, на их взгляд, портили впечатление от страны. И отпустили с миром. Возвращались домой напуганные, но довольные. Ну вот это, кстати говоря, реальность наших корреспондентов. Действительно остановили, просмотрели видеокадры, стерли все, что показалось, ну хоть как-то бросающим тень на Северную Корею. И после этого отпустили. Конечно, там страшных застенков ГУЛАГа не было, но даже это уже несколько настораживает. Я знаю, что у нас в студии есть молодой человек, который был не так давно в Северной Корее. Я прошу вас представиться. Я, Лебедев Виталий Андреевич. Берите микрофон. Один из администраторов группы «Солидарность» с КНДР. Мы в августе побывали как раз в КНДР. И за вами тоже ходили? Ничего не ходили. Вот самое главное, что у нас был почти свободный проход везде. То есть мы снимали все, что захотим. Интересно, моим коллегам так повезло просто? Или у вас были какие-то специальные пропуска? Мы, группа «Солидарность» с КНДР, и я как думаю, они просто в нас верили, что мы пришли с хорошими намерениями. Но мы фотографировали все. То есть не только хорошая... Наверное, вы давно зарекомендовали себя как друг Северной Кореи, поэтому... Так точно. А наши коллеги оказались, видимо, в потенциальных врагах. Не врагах. В сомнениях некоторых. Вот. И дорога наша была немножко другой. Мы ехали через Пекин на поезде. И мы тоже... Видите, кстати, те же самые пейзажи, то есть вот эти большие поля. И проводники нам, кстати, запретили снимать все, что находится за поездом. Но мы не послушали. Мы поставили за полотенце видеокамеру. Все отсняли. Потом я это сказал вот твердо в комитете уже, что я снимал эти поля, мне запрещали. Они сказали, ничего страшного, вы ничего плохого... Вот я им поколал, вы ничего плохого не сняли, у вас все хорошее. А я снимал все, кстати. То есть я снял вот эти 200 километров от города Дандун до Пхеньяна. А это где-то около 6% пригодной территории Кореи для проживания. А их всего 15. То есть в следующей поездке, а это будет следующий август 2015 года, мы посмотрим оставшиеся 7% и тем самым подтвердим, что нет никаких потемкиских деревень. Все, что мы видели, оно просматривалось на 30 километров в каждую сторону. Это были обычные, типичные... И таким образом у нас наконец получится полная видеосъемка всей Кореи от начала и до конца. Ну, слава богу, что, правда, за полотенцем прятать приходится Константин Леонидович. Вот зачем, собственно, вот это все? Я понять не могу. К сожалению, охранительный рефлекс у северокорейцев есть. Они слишком часто обжигались на молоко и поэтому очень часто дуют и на холодную воду. Понятно. Ну что ж, и я сказал, что этот сюжет это только во-первых. А во-вторых, возвращаясь к теме российско-корейского сотрудничества, Насколько я знаю, у нас есть вопрос в аудитории. Представьтесь. Меня зовут Леонтьева Светлана, я учусь в институте практического стыковедения. Я хочу спросить, вот вы упомянули в своей речи, что Россия собирается строить трубопровод на юг через Северную Корею. Вот. Будет ли Россия торговать с Северной Кореей тогда газом? Значит, несколько вариантов того, как будет происходить расплата, в том числе расплата за трансфер газа по северокорейской территории. Потому что южане, естественно, очень боятся вариантов газового шантажа. И именно из-за этого, скорее всего, на северокорейском участке не будет специальных станций, где можно делать врезку газа. Но, скорее всего, будет сделан отвод. Северяне будут получать какую-то часть газа. На этом будет работать ТЭС, которая будет частично решать проблемы Северной Кореи с энергетическим снабжением. И это будет, таким образом, неким взаимозачетом. Ну что ж, будем тогда потихонечку переходить к тематике Южной Кореи. Потому что это тоже очень немаловажный фактор. Сейчас мы просто хотели хотя бы минимально осветить тему, насколько Северной Кореи угрожает миру. Я коротко, буквально 2-3 минуты. Можно было бы перейти и через Южную Корею. Ну хорошо, давайте. Ну, а к Южной мы частично коснемся. Дело в том, что у нас очень любят рассказывать про то, что Северокорейская армия на четвертом месте в мире по численности. Так вот, это правда. На пятом месте Россия, а на шестом армия Республики Корея, которая насчитывает не миллион двести, а где-то почти семьсот тысяч человек. Кроме этого, надо помнить, что Южнокорейский военный бюджет превосходит Северокорейский по одной версии в 23, по другой в 26 раз. Кроме этого, существует договор о взаимной обороне, согласно которому в случае, если Южная Корея подвергается атаке с Севера, американские войска приходят на помощь. И более того, именно американцы командуют единой американо-южнокорейской армией. А американские войска стоят на территории Южной Кореи. Да, а также находятся по нынешним меркам в шаговой доступности на Японии и Гуаме. То есть, в такой ситуации, даже применение Севером ядерного оружия не решит ни одной стратегической задачи в условиях нынешней международной обстановки. Наличие ядерного оружия показало себя способом, который удерживает желающих принести демократию на кончиках ракет. Северяне сами активно говорят, что опыт Ирака и опыт Ливии только укрепили их в мысли о том, что Северная Корея должна стать ядерной державой и ядерный статус не отдаст. Более того... Причина только в этом или причина в том числе и историческая? Я позволю себе вспомнить Корейскую войну 50-53 годов. И США там действовали по мандату ООН в качестве миротворческих войск. Нет, не в качестве миротворческих войск. США там действовали в качестве войск ООН, но не как миротворцы. А как войска, которые именно были вместе с Югом. Миротворческие войска должны формально разводить враждующие стороны. Согласно мандату, они все-таки... Они были не миротворческие. Не миротворческие. Использовался термин «полицейская акция», но не миротворческая. Просто, насколько мне помнится, вполне всерьез рассматривались варианты нанесения ядерных ударов по территории Северян. Да, это было. Генерал Маккартур активно предлагал вообще превратить Корейскую войну в Третью мировую, открыть Второй фронт в Китае, уничтожить целую полоску территории кобальтовыми бомбами. Но это вызвало очень жесткое противодействие и среди недругов Маккартура, и среди союзников США. В конце концов, Трумэн его уволил. То есть нормальная такая операция под эгидой ООН в рамках региональной войны? Заключается в том, что на определенном этапе на территории Южной Кореи американское ядерное оружие находилось. Северокорейцы до сих пор говорят, что если решать проблему, то это должна быть нуклеаризация всего корейского полуострова. А это, в частности, означает, что, например, на территории американских, вернее так, что в южнокорейские порты не должны заходить американские военные корабли с ядерным оружием на борту. А проверять это довольно сложно. А бактериологическое оружие американцы применяли или нет? Нет. Потому что есть различные мнения на это. Это фейк. Это все-таки фейк. Да. Есть же многочисленные фотографии, где северокорейцы собирают разбросанные контейнеры. Это просто дезинформация. Там проблема была в чем? Буч подняли скорее китайцы. И для них это было частично поводом провести там целый комплекс санитарных мероприятий. Потому что вменяемых доказательствах так никто и не предъявил. И более того, как только война закончилась, все это быстро сошло на нет. Ну, слава богу. Так же, как не стоит вешать на северокорейцев всех собак, не стоит иногда и заниматься дурной антиамериканской пропагандой. Потому что в таком случае единожды солгавших, кто тебе поверит. Понятно. Ну что ж, тогда мы переходим уже непосредственно к Южной Корее, экономическому чуду и вот этому вот взрыву просто, благодаря чему оно достигнет. Вот у нас пример Северной Кореи, опора на собственные силы и нищета. А вот пример Южной Кореи в тех же условиях, на том же полуострове. Они прекрасно развиваются. И вот мы видим прям экономическое чудо Южной Кореи, которое все время ставят в пример. Тут есть ряд моментов. Дело в том, что, во-первых, до определенного времени ситуация была зеркальной. Был пребывающий в совершенно адовом бардаке юг, уровень жизни и уровень безопасности хуже, чем в Нигерии. И динамично развивающийся север. Южная Корея начала обгонять и окончательно обгнала север по ключевым параметрам только в начале 70-х годов. В это время в Южной Корее был очень жесткий и весьма авторитарный режим генерала Пак Чунг Хи, который, конечно, отличался от северокорейского в лучшую сторону, но очень-очень-очень ненамного. Более того, на том этапе там было очень много похожего и в режиме, и в идеологии, и в использовании термина Чучхе. И там, и там. Пятилетки там были, госзаказ там был. И вообще очень много... Это мы все еще говорим о Южной Корее 70-х годов? Да, мы все еще говорим о Южной Корее. То есть Южная Корея... То есть они были идентичны фактически северами? Южная Корея времен Пака была изрядно похожа на Северную Корею времен Ким Ир Сена. То есть мне стоит такой удивляться, почему тогда американские войска стояли на юге, а не на севере? Какая, в принципе, разница-то была тогда уж. Кого поддерживать? Нет, Пак, безусловно, был не коммунистом, а антикоммунистом. Хотя тут есть очень интересная деталь, потому что в полности Пак... Но мы разобрали, что вроде бы и северокорейские лидеры были тоже не совсем, прямо скажем, коммунистами. Да, 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 да. У Пака тоже в 40-х годах он был членом коммунистической ячейки, был арестован, потом помилован. И, в общем, левые идеи тоже им, видимо, вспоминались. То есть он, конечно, от каких-то вещей действительно отрекся, но очень многое впоследствии использовал. Вообще, реплика в сторону. Так же, как Север не был марионеткой Москвы, так и Юг не был марионеткой Вашингтона. Так вот, вернемся к экономическому чуду Южной Кореи. Здесь, конечно, несколько причин. Одна – это политика Пак Чунхи и вот этот самый жесткий режим иммобилизации. Другое – это, безусловно, то, что Соединенные Штаты обеспечили определенный режим наибольшего благоприятствования. То есть все-таки внешнее воздействие. Внешнее воздействие тоже было. Естественно, ведутся определенные дискуссии относительно того, вот какой из этих элементов превалировал. Но я просто хочу обратить внимание на то, что как раз в это время в Северной Корее начинают сказываться последствия некоторых ошибочных экономических решений. Северяне на каком-то этапе перетрудились и попытались пробежать марафон так, как бегут стометровку. В то время как южане, используя очень похожую модель, в течение долгого времени добились экономического чуда. Кроме того, у них было больше возможностей, как минимум, для проведения в жизни экспортно-ориентированной модели. В то время как Север, хотя он тоже изрядно зависел от внешних сил, все-таки как минимум формально говорил об авторкии и экономической независимости. Угу, понятно. То есть, все-таки мобилизационный рывок, все-таки в довольно талитарных условиях. Да. Но сейчас-то, я надеюсь, там царство демократии и прав человека? А сейчас там, конечно, определенное царство демократии и прав человека. Вот это определенное, не насторачивание. Мобилизационный рывок на юге есть, но не стоит считать, что Северная Корея в высшей степени замечательно является примером. Я вам дам три коротких объяснения того, почему это не так. Да, почему. Во-первых, это тот самый закон национальной безопасности, который мы уже упоминали. А если вы собрались дома и тайно пели революционные песни, это повод получить 7 лет. Собственно, не так давно был довольно громкий процесс, когда людей вообще сначала объявили, обвинили в заговоре с целью смены насильственного конституционного строя. Потом выяснилось, что никакого заговора не было. Ну а сам факт того, что они собрались, назвали себя организацией и тайно пели северокорейские песни, был достаточен, чтобы люди получили сроки. Это юг. А второй момент... Может быть, там в песнях, я не знаю, содержался какой-нибудь призыв немедленно уничтожить Южную Корею ядерными бомбами Советского Союза? Увы, нет. Это были просто песни? Да, просто песни. Не революционные песни? Революционные. А, революционные все песни. Вот, но идем дальше. Пропаганды. Хотя 7 лет за такую пропаганду... В Южной Корее запрещен анонимус. Если ты хочешь где-то регистрироваться или хочешь активно принимать участие в дискуссии на форуме, то обязан указывать свой ID, свои паспортные данные. Интернет по паспорту? Да. Которым нас страшно пугают и говорят, что это... Да, так вот, в Южной Корее... Китайский опыт, самое страшное, что можно сделать с интернетом. Я окажусь в демократической Южной Корее, которую нам ставят в пример, это уже давно существует, да? После того, как нескольких селебрить и вообще нескольких человек затроллили в интернете насмерть, они формально ради этого ввели подобные действия с тем, чтобы люди, которые выступают с экстремистскими высказываниями, могли бы отвечать за свои слова, а не прятаться за ники. Замечательно. У меня еще один вопрос. Наконец, третье. Только три года назад и только в Сеуле и окрестностях были отменены телесные наказания в старшей школе. В остальных регионах учитель имеет право бить учеников, даже если они старшеклассники. Вы открываете для меня Южную Корею с той стороны, с которой я ее даже себе не представлял. Но у меня вот какой вопрос. Что касается экономики. Там все-таки свободный рынок или, как приходится иногда слышать со стороны комментаторов, некое клановое общество, которое базируется скорее на корейских традиционных структурах, а не на рыночных. Скажем так, уровень госрегулирования, он по-прежнему достаточно высок. И хотя в последнее время, конечно, уровень малого и среднего бизнеса растет, южнокорейские корпорации, чеболь, сделанные по образцу японских дзайбацу первой половины 20 века, по-прежнему держат высокие позиции в экономике. Расшифруйте, что это означает? Это означает квазисемейная структура, система пожизненного найма, довольно серьезная внутренняя иерархия. То есть, подождите, получается, вассал и его подданные? Не совсем. Пожизненный найм, как это? Ну, это именно ситуация, когда, как правило, человек начинает работать в фирме, и работает в фирме до скончания своих дней. Но уйти-то он оттуда может, я надеюсь? Можно, но тогда придется начинать все сначала. Угу, понятно. Кто и семейная структура, вы сказали, семейная? Имеется в виду квазисемейная. Ну, квазисемейная, то есть родовая, как это выглядит? Нет, это именно ситуация, когда, условно говоря, наш отдел, вся большая семья. Пока начальник не ушел с работы, все остальные должны сидеть на работе. Более того, вне зависимости от того, хочешь ты или не хочешь, каждый день после работы мы идем в караоке и таким образом укрепляем дух сотрудничества. Угу. Я так понял, что у вас есть дополнение, да? Пожалуйста. Ну, это очень похоже на некоторые корпоративные государства. Это можно наблюдать в некоторых трудах правых людей, такие как Бенита Муссолини. Вот, то есть мы можем в чем-то обвинить юг в фашизме. Именно не нацизме, а фашизме. И многие люди, даже есть сейчас перебежчики, которые бежали на север из юга. Константин Валерьянович, вы согласны с такой оценкой? Может быть, здесь у него был человек идеологический фактор? Идеологический фактор примешивается, но вот эта самая южнокорейская корпоративность, вот тут, пожалуй, по-моему, есть некоторое количество людей, которые знают, что такое работа в корейской фирме. Вы можете рассказать нам об этом? Я передаю вам микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Медведева Надежда. Я закончила корейский университет по международной политике. В корейской фирме работала, в общем-то, это все правда. И сидишь ты, пока не уйдет твой начальник, потому что должен сказать ему до свидания. И вечером ты должен пойти с ним сначала в ресторан, потом в караоке. И там ты тоже находишься, пока он не захочет идти домой. Понятно. Забавная такая система. Спасибо вам большое. Я так вижу у вас вопрос. Представьтесь. Здравствуйте. Викулин Михаил, активист группа солидарности с КНДР. Вот тут упоминались перебежчики с юга на север. По каким причинам они бежали? И второй вопрос. Со времен написания Ким Ир Сеном программы объединения Кореи прошло много времени. Страны совершенно разные сейчас. И Северная Корея, и Южная. Два полюса. Какова вероятность их объединения? Как вы считаете, возможно ли это? Про перебежчиков с юга на север. Да, такие были. Их, понятное дело, меньше, чем перебежчики с севера на юг, потому что изрядное количество людей, которые утверждают, что они политические беженцы, на самом деле беженцы от разрухи. Более того, были случаи, когда люди сначала убегали на юг, а потом, не сумев нормально адаптироваться к южнокорейскому обществу, бежали обратно на север. Более того, недавно южнокорейское общество довольно сильно взволновало историю, когда выяснилось, как группа северокорейских торговок через Китай посылали деньги своей приятельнице, которая сбежала с севера на юг, но, в общем, не смогла там устроиться и влачила довольно печальную жизнь. Это, естественно, для многих оказалось очень сильным разрывом шаблона. Северяне шлют деньги на юг, а не наоборот. Что касается объединения. Да, безусловно, с того времени, как была написана программа, утекло очень много воды и много чего изменилось. Однако, сегодня, на самом деле, количество людей, которые хотят объединения, невелико. На юге объединения очень хотели, в частности, там, радикальные консерваторы, которые формировали внутренний круг, экс-президента Ли Минбака. Но сегодня, даже консервативно настроенным южнокорейцам, понятно, что объединение, особенно объединение в краткосрочной перспективе, принесет объединенной стране гораздо больше проблем, чем общей политической выгоды. Это и экономические проблемы, потому что объединение будет стоить минимум полтора триллиона, а у Южной Кореи таких денег нет, и это означает, что южнокорейцам придется затянуть пояса. Это целый ряд социально-психологических проблем. Даже сегодня 25 тысяч перебежчиков, которые находятся, вернее, тех, кто перебрался с севера на юг, испытывают очень серьезные проблемы из-за адаптации в обществе, в том числе из-за тяжелого и странного отношения к ним. Например, быть женатым на беженке очень непрестижно. Это примерно как для современного бренд-менеджера быть женатым на русскоязычной беженке из Молдовы, которая торгует на рынке, просто чтобы вы примерно понимали. И, соответственно, когда в такой ситуации бедного родственника окажется треть населения страны, это, естественно, будет неприятно. Но ведь Северная Корея и Южная Корея, насколько я понимаю, до сих пор находятся фактически в состоянии войны. А, да, они находятся формально в состоянии войны, и тут есть очень забавная деталь. Так может быть, корейская война, как мы помним, закончилась соглашением о прекращении огня. Так вот, Южная Корея под этим соглашением свою подпись в свое время не поставила. А, именно Южная Корея? А потом, если я не ошибаюсь, в 1958 году США разместили свое ядерное оружие на территории Южной Кореи, и из Перемирия вышла уже Северная Корея? Нет, 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 Северная Корея формально заявила, что она выходит из Перемирия, только, дай бог памяти, в 2013 году на фоне очередного кризиса. Иное дело, что в Северии постоянно заявляли, что мы выходим, что мы его не считаем. Понятно. Ну, может быть, хоть мирный договор подпишут? С мирным договором есть некоторые проблемы между кем и кем подписывать. Во-первых, как бы мирный договор по итогам Корейской войны, как я уже сказал, был подписан с одной стороны между Северной Кореей и китайскими добровольцами, а с другой между ООН, от имени которой что-то подписали американцы. Сегодня, во-первых, Северная Корея и Южная Корея члены ООН, и получается, что ООН должна подписывать мирный договор вместе с кем-то из своих собственных членов. Во-вторых, не очень понятно, какой статус Юга. В принципе, в 90-е годы на волне первых шагов движения навстречу друг другу была Межкорейская декларация о сотрудничестве, которую можно рассматривать как прообраз мирного договора. Но, естественно, на фоне сложности межкорейских отношений этот процесс также не был завершен. Константин Валерий Альанович, ну, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы уже не успеем больше выслушать вопросов из аудитории. И хочу задать вам вот какой вопрос. Есть нам к чему присмотреться в Северной Корее? Есть что позаимствовать у Северной Кореи? Есть ли какие-то вот, ну, не знаю, черты, естественно, не относящиеся к тем ужасам, которые идут в пропаганде? Или это совершенно разные системы, и не то чтобы идеи чуче на нашей почве не привьются, но и позаимствовать-то, в общем-то, нечего? Скажем так, того, что на вскидку, безусловно, надо заимствовать без корректировки, я, пожалуй, не назову, а завершить хочу вот чем. В начале 90-х, когда Север только начал испытывать трудности, один видный американский экономист, кстати, человек, показания которого в том числе легли в основу этого самого доклада про права человека, написал замечательную книгу «Грядущий конец Северной Кореи», где объяснял, что подобный авторитарный режим находится на последнем издыхании, и не пройдет и трех лет, а как он падет, и страна будет объединена. Северная Корея на практике отвечает, не дождетесь. Книга выдержала несколько переизданий. То есть прогноз «Северная Корея» будет существовать еще как минимум долго? Ну, долго не долго, но она уже существует значительно дольше, чем ей пытались отмеривать. Понятно. Ну что ж, мы обсуждали российско-корейские отношения, мы обсуждали Корею, Северную и Южную, что они собой представляют, и как в действительности обстоят дела и в Северной Корее, и в Южной. У нас в гостях был известный Кореевед Константин Осмолов. Это была программа «Правда» в эфире общественного телевидения России. А я, Дмитрий Лысков, с вами не прощаюсь, я говорю до свидания. Увидимся уже очень скоро.